Сегодня вы в моем видео увидите формирование толстянки красового вата. Срежем в макушечку. Формирование бонса-деревца. Бонса я уже формирую второй раз. Обрезка котеледона. Коломпой войлочный. Размножение коломпой войлочный. Котеледон на риегато. Черенкование. Начинаем. Обыкновенная толстянка. Вот в этом месте я хочу связать ей макушечку. Чтобы пошли разветвления. Разветвления будут по направлению листьев. Это я уже знаю точно. Портулокария. Портулокарию я формирую уже второй раз. Хочу вырастить из нее бонса-дерева. Она у меня почему-то приземистая. Верхний растет. Ну посмотрим со временем, что будет. Срезаю в тех местах, где утолщение. Видите, где потолще я оставляю. А тоненький череночек обрезаю. Мне неудобно одной рукой снимать и обрезать, поэтому извиняюсь, если что-то как бы некрасиво выглядит. Из серединки я тоже обрежу череночки. Вот здесь. Вот так получилось. Вот где два зеленых срезика, здесь были черенки. Я их убрала. Вот эта веточка хорошо ветвится. Пока оставлю. Вот такая красавица у меня получилась. Через недельку-две начнет ветвиться. Веточки будут расти. Вот так по направлению листьев. И здесь также по направлению листьев должны быть ответвления. Начнет ветвиться, я вам сниму и покажу. Колонкоя войлочной. Не забывайте подписываться на мой канал. Колонкоя войлочной также размножается черенками и очень хорошо размножается листом. У меня пока он небольшой. Два ответвления есть, но срезать их пока рано. Я вам покажу вот одно ответвление, вот другое. Если у кого-то есть черенки, смело можете срезать, и тогда колонкоя тоже будет расти деревцем. А череночки укоренять. Вот такой пример размножения от листа. Колонкоя размножается очень хорошо от листа. Если даже листочек отделить, вот сейчас от деток, и положить, он опять даст деток. У меня уже так было. Ну и вот такие колонкоя из этой серии, просто вам показываю. Это мигра и шоколадный солдатик. Котеледон войлочный томинтоза. Я считаю, что его нужно немножечко обрезать. Уберу вот этот нижний череночек. И середину уберу черенки. Уберу их за кадром, потому что одной рукой котеледон порезать неудобно. Он более такой компактный. Вот результат обрезки. Это котеледон томинтоза варригата. У него тоже есть ответвления, но они очень маленькие. Я его показываю вам просто так, как он выглядит. Мне его еще весить, конечно, рано. Смотрите, какой он красивый. Ну и черенки в результате обрезки, которые получились. Я их сначала подсушиваю, потом укореняю. Ну и небольшая зарисовочка из природы. Пенек, на пне растет дуб, клевер, грибы. Я не смогла мимо этого пройти. Подписывайтесь на мой канал. Обращайте внимание на плейлисты. В описании на ссылочки на плейлисты. У меня есть такая рубрика «Моя жизнь за кулисами с укулентами» и «Ирины». Там я показываю моменты из жизни, мимо которых я не смогла пройти, которыми хочется поделиться с вами. Подписывайтесь, пишите комментарии. Пока-пока. Пока-пока.